Маткульт, привет всем! Светины задачи, выпуск номер пять. На этот раз с этой стороны ничего нету, никаких заданий. Все на этой стороне. Мы разберем некоторые из них. Некоторые будете решать сами. А тема у нас рассуждение вот противного. Точка, решаем дома. По этому поводу должен рассказать забавную историю. Что когда я был маленький и учился тоже в пятом классе. Обычная еще школа, не пятьдесят седьмой. У нас была такая тема рассуждения от противного. Нас учили проводить рассуждения. И я каждый раз говорил, только математичка скажет от противного. Я говорю, от отвратительного. Свате и замолчи. Потом в следующий раз только скажет от противного. Я говорю, от омерзительного. Я тебя выгоню сейчас, да? И каждый раз я находил новый синоним слова от противного. Каждый раз. От там... Ой, сейчас уже не помню. Ну, короче говоря, вот хватило раз на пять. Потом все-таки, наверное, выгнало разок. Но я просто очень... Мне не нравилось слово от противного. Я не понимаю, что противного в рассуждении от противного. Я вот совершенно это не... Мне кажется, правильно говорить от противоположного. Ну, что есть, то есть. Итак. Первая задача для олигофренов. Поэтому мы ее пропускаем. Докажите, что в любой футбольной команде из 11 человек есть двое, которые родились в один и тот же день недели. Так. Вторая также тривиальна абсолютно. Там есть небольшая лингвистическая тонкость. Прочтете, увидите. Тут вот ссылка, да, на Ленин и все эти самые листочки, да, в одном файле там найдете. Прочитаете. Вообще, должен сказать, что первые две задачи на принцип Дерехлия. А часть из следующих на оценку плюс пример. То есть тут разные такие идеи появляются вполне себе тоже 5-го мат-класса. Да, значит, ну вот третью мы разберем. Задача звучит так. Если класс из 30 человек рассадить в зале кинотеатра, в зале кинотеатра, ну, то есть, как бы, да, будем считать, что он, наверное, прямоугольный. Иначе это было бы специально оговорено. То есть сколько-то рядов, да, одинакового размера. Если 30 человек рассадить в зале кинотеатра, то в любом случае хотя бы в одном ряду окажется не менее двух одноклассников. Если то же самое проделать с классом из 25 человек, то по крайней мере три ряда окажутся пустыми. Сколько рядов может быть в зале? Итак, 30, тогда обязательно будет попадание в какой-то ряд двоих, как бы не рассаживать. Смотрите, условия, да, как бы не рассаживать. И если 25, то как бы не рассаживать, по крайней мере три ряда окажутся пустыми. Вот это вот очень такое условие, которое, оно такое вязкое, понимаете, да, то есть 25, да, отсюда три пустых ряда. Вязкое, непонятно, что здесь, как это представить себе, да, но вот тут надо, конечно, представлять себе как бы самый худший случай для каждой из двух ситуаций. Но что значит каждый, что значит самый худший случай? Как ты это объяснишь, когда ты будешь сдавать эту задачу, да, и в них устно принимают эти задачи. Нужно объяснить свои решения, не только дать вот такой ответ, там, типа, я, о, нашаманил, верь мне, это ответ, вот такой. Нет, надо провести строгое рассуждение. Ну, давайте попробуем просто сделать, как бы, соответствующие оценки. Вот что значит, что если 30 человек рассадить, то как бы не рассаживать, двое окажутся в одном ряду. Это значит только одно, что рядов меньше, чем 30. Просто вот, ну, чтобы понять, да, если будет 30 рядов, я их спокойно рассажу всех каждого в один ряд. Поэтому первое условие, что рядов меньше 30. Это я просто на русском языке, на нормальном языке, да, переформулировал исходные условия. Второе условие заключается в том, что если 25 человек рассаживают, то как не рассаживай, остаются 3, обязательно 3 пустых ряда. И это условие тоже эквивалентно некоторому условию. А именно, что х больше или равно 28. Потому что если бы х было, ну, там, 27, например, да, ну, тем более 26, 25 и так далее, то я бы мог занять каждым школьникам один свой собственный ряд, и осталось бы всего 2 пустых. А раз по условию я не могу рассадить 25 человек так, чтобы осталось 2 пустых, чтобы всегда останется 3, то рядов не меньше, чем 28. Ну, и обратно, понятно, что если их не меньше, чем 28, то как не рассаживать 3 ряда пустые, конечно, будут. Потому что школьники, 25 школьников не могут занять больше, чем 25 рядов. Ну, вот теперь все, как бы мы решили. Вот ответ, да, х меньше 30, но больше или равно 28. То есть, х может быть равен 28 или 29. Вот два варианта, и это ответ, да, это ответ задачи. Ну, просто их два, да, ответ состоит от возможностей, да. Тут же спрашивают, сколько может быть в зале рядов. Ответ 28 или 29. Так, следующее, очень важное, и я ее обязательно разберу, она чрезвычайно важная в задачах на принцип Дерекле, она встречается буквально там на третьей, четвертой задачи всегда. Вот смысл этого, как бы, смысл приема. Вопрос, сможете ли вы разложить 44 шарика на 9 кучек? 44 шарика на 9 кучек. Ну, тут очевидно по условию, что не пустые, не пустые, но иначе их не 9, да, кучки. 9 их кучек. Так, чтобы количество шариков в разных кучках было различным. Ну, и тут, как бы, на самом деле, обычный простой школьник, конечно, у вас впадает в ступор. И я бы сказал так, что, ну, может быть, там, ну, нажимайте, конечно, паузу, кто хочет сам решить. Ну, и теперь отжимайте. Давайте, посмотрите. Здесь надо понять, вот, понять, как бы, как использовать эту информацию, да, о том, что они все должны быть различны, как мы будем использовать. Ну, вот я предлагаю прием, который вы всегда будете в этом случае пользоваться. Давайте кучки расположим по возрастанию просто, и все. Вот, первая, вторая, третья и так далее. Так как они все не пустые, то в первой кучке не меньше, чем один шарик. Дальше. Во второй кучке, которая вторая по размеру, да, тем самым не меньше, чем два, потому что если был бы один, ну, тогда в этой бы тоже был один, да, в них было бы одинаковое количество. То есть, так как в них всех разное количество, вот они вот так возрастают. Как бы, самый минимальный вариант, когда они могут вот так вот возрастать, состоит в том, что в первый один шарик, во второй два, в третий три и так далее. Ну, а если они как-то по-другому возрастают, то, по крайней мере, ну, верно, что в первый не меньше одного, во второй не меньше двух, в третий не меньше трех и так далее. То есть, если на каком-то шаге меньше, чем К, на номере шага меньше, чем К этих шариков, тогда во всех вот этих k первых кучках всех меньше чем k то есть во всех k минус 1 или меньше и мы приходим противоречить с принципом директе потому что k кучек и только k минус 1 разных возможностей для количества шариков тогда значит где-то будет совпадать поэтому мы фактически просто строго доказали что в каждой k этой куче не меньше k шариков а тогда в сумме не меньше чем 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6 плюс 7 плюс 8 плюс 9 шариков но это 45 финита, ляг, уметь и я невозможно запоминайте этот прием я вот хочу научить на самом деле хочу сказать половина дела в олимпиадном мастерстве это примерно тысячи разных приемов, которые применяются в задачах, просто вот если вы их все тысячи будете знать, ну почему-то если вы хотите там активно в этом участвовать если вам это нравится, да то вы можете их сами выдумывать эти приемы, а можете просто их как бы где-то узнать и понять но вот один из этих приемов это вот этот монотонный принцип деревья если будут вам условия, что все они различны то тогда в первый не меньше 1, в второй не меньше 2 и так далее такие задачи очень много на разных олимпиадах так в классе 20 это пятая задача в классе 25 учеников известно что у любых двух девочек класса количество друзей мальчиков из этого класса не совпадает какое наибольшее количество девочек может быть в этом классе вот это классическая задача на метод называемый оценка плюс пример хотя будет ну как бы отдельный листок про это у них но это прям просто ровно ровно на оценку плюс пример значит итак смотрите у нас 25 человек какое максимальное количество девочек может быть чтобы у любых двух девочек количество мальчиков друзей да было различным но вот тем самым смотрите как бы что ну давайте там как я бы это решал если бы я там был в пятом классе никогда эту задачу не видел ну я бы наверное вначале попробовал угадать что это 12 или 13 да то есть где-то ну посередине но понятно что если там девочек 6 например а мальчиков остальные 19 то ясно что у них легко можно раскидать так чтобы было разное количество друзей вот ну что 6 чисел да в пределах там от 0 до 19 да тут надо помнить что 0 друзей это тоже количество друзей вот так что значит а с другой стороны ясно что ну как бы 14 уже не прокатит вот это вот надо понять что 14 не прокатит почему 14 не прокатит потому что если 14 девочек то остается 11 мальчиков ну а если 11 мальчиков то друзей среди них может быть сколько вариантов 12 вариантов 0 друзей 1 друг 2 друга и так далее 11 да то есть 12 вариантов но 12 вариантов никак нельзя раскидать между 14 девочками чтобы все варианты были разные принцип дирекет то есть сразу ясно что вот больше или равно 14 не прокатит все не может быть ну и тогда вот раз у нас есть уже оценка то остался пример нам нужно показать что у 13 девочек может быть разное количество друзей среди мальчиков ну и в самом деле почему бы нет вот у меня 12 там мальчиков в классе 13 девочек о 13.12 это мой день рождения ну это так случайно вдруг увиделось да то есть если 12 мальчиков пожалуйста у первой девочки вообще мальчиков друзей нет ну вот так не нравятся они все ей да вот у второй девочки один мальчик друг у третьей девочки два друга и так далее у 13 девочки 12 все 12 мальчиков друзья ну так любят с мальчиками дружить в мат-классах это случается вот так так что ответ 13 да ответ именно 13 не 12 12 неверный ответ потому что спрашивается про максимальное количество а максимальное все в 13 а не 12 хоре хоре давайте смотреть что дальше убирай одеску кой господи неохота но надо одну из этих двух значит тут есть задача 6 и 9 9 безумно нудная 6 чуть менее нудная но они как бы на общий прием я пожалуй разберу шестую убирая убирая детскую комнату к приходу гостей мама нашла 11 носков или носок тут написано носков среди каждых 4 из этих носков хотя бы 2 принадлежали одному ребенку среди каждых 5 не менее не более 4 трех имели одного хозяина мама разложила носки по кучкам в каждой кучке лежат все найденные носки одного из детей но будем считать что они помечены мама знает на каждом носке написано Рита Иван Владимир выше то аккуратно предусмотреть на маму соответствующего ребенка вот мама разложила носки по кучкам в каждой кучке лежат все найденные носки одного из детей после этого она посчитала сколько носков в каждой кучке найдите получившееся число все оказывается что это однозначно определяется нажимайте на паузу и думайте задача как бы с таким с логическим содержанием достаточно глубоким то есть это вот известные мне взрослые нематематики ее не способны решить вообще просто от слова совсем давайте пробовать итак вот так сухой остаток да у меня есть несколько носков и мы их раскладываем на кучке по принадлежности одному и тому же хозяеву я не знаю сколько кучек ну сейчас будем выяснять вопрос в том числе этот вопрос мы будем выяснять что нам dano давайте попробовать что нам dano и что как это интерпретировать первое среди каждых четырех хотя бы два принадлежат одному ребенку внимание посмотрите сюда и просто поймите что означает что среди каждых четырех хотя бы два принадлежат одному ребенку вот если есть четыре кучи то верно условие или нет Неверно. Беру один отсюда, один отсюда, один отсюда и один отсюда. И вот они уже среди этих четырех, ни какие два не принадлежат одному ребенку. Потому что мы уже разложили их по разным детям. То есть, это условие означает, что кучек не более трех. Кучек меньше или равно трех. Вот видите, да, было какое-то жуткое условие. Оказалось, что это означает, что только три ребенка потеряли носки. Дальше. Среди каждых пяти не более четырех имели одного хозяина. Среди каждых пяти не более четырех имели одного хозяина. Отлично. Предположим, что здесь вот один из детей оставил пять носков. Все, тогда уже условие не выполняется, потому что я беру эти пять, и они все одного хозяина. О, еще круче. Да. Среди каждых пяти не более четырех имели одного хозяина. Да, если, то есть, теперь следующее, как бы, вот это условие, оно означает что? Что нет пяти носков, принадлежащих одному и тому же ребенку. Потому что если бы были, то мы взяли бы эти пять, и среди этих пяти неверно, что не более четырех имеют одного хозяина. Поэтому исходное условие, что среди любых пяти не более четырех имеют одного хозяина, в этом случае нарушается. А значит, мы делаем вывод, что такой кучи не существует. И значит, нет кучи с пятью или более носками. Поэтому в каждой куче, в каждой куче меньше или равно четырех носок, носков. А всего нам дано, что одиннадцать. Итак, одиннадцать равно х плюс у плюс з, ну, возможно, кто-то из них ноль, пока мы не знаем, да? То есть, не более трех куч, и при этом х, у и з не превосходят четырех. Вот осталось такое уравнение, надо понять, что у него есть ровно одно решение, если как бы их, ну, как неупорядоченный набор, какие могут получиться числа. Ну, начнем с того, что куч точно три, потому что если бы куч было две или, не дай Господь, одна, то уж точно, да, по принципу Дерихрева, одной из них было бы даже как минимум шесть носок, уж тем более как минимум пять. И тогда бы условие нарушилось. Значит, куч на самом деле три ровно, мы уже знаем, что не больше трех, теперь мы знаем, что ровно три. Ну, и надо понять, как можно разложить одиннадцать в сумму трех чисел, которые все не превосходят четверку. Ну, совершенно очевидно, что единственным способом четыре плюс четыре плюс три. Ну, либо наоборот, четыре плюс три плюс четыре. Вот, то есть как бы, если бы во всех было бы четыре, то было бы двенадцать. Ну, а так в одной из кучек просто меньше на один носок, чем четыре. То есть ответ однозначный. В одной кучке три и в двух кучках по четыре. Вот так. Седьмая. В клетках таблицы три на три расставлены числа 0, 1 и минус 1. Докажите, что какие-то две из восьми сумм по всем строкам, всем столбцам и двум главным диагоналям будут равны. Короче, это листочек по принципу деревья. Ставьте на паузу и решайте эту задачу сами. Это опять просто принцип деревья. Ну, так. Тут очень много мотивов вокруг нас по деревья. Значит, итак, расставлены как-то 0, 1, минус 1. Ну, то есть произвольно, абсолютно образом, единицы, минус единицы и нули. И нужно доказать, что как ты не расставляй сюда эти числа. Какие-то две из восьми сумм по всем строкам, всем столбцам и двум главным диагоналям будут равны. Ну, вот, например, здесь у нас минус 1 плюс 1 плюс 1 равно 1. Так, эта сумма равна минус 2. 2, это равно 0, это равно 2. А вот это равно 1 тоже. То есть вот такая и такая одинаковая. Но мне это нужно доказать, что всегда так будет. Как я это сделаю? А вот как. У меня... Ну, нажимайте на паузу, да? Восемь сумм. Восемь возможностей просуммировать. А сколько значений для сумм может быть, если все числа от минус единицы до единицы? Самое маленькое какое может быть? Минус 1, минус 1, минус 1. Но это минус 3. А самое большое? Правильно, 1 плюс 1 плюс 1. Это 3. Итого, все возможные суммы, это целые числа, лежащие в диапазоне от минус 3 до 3. Но их, как вы можете легко увидеть, семь. А этих вариантов восемь. Принцип Дерихт-Лев говорит, что в каких-то двух вариантах будет одна и даже сумма. Ну и, собственно говоря, самая красивая, наверное, из всех задач. Потому что я придумал суперкрасивое решение. Ну, как бы сказать, уже после того, как Света сдала обычным образом. Я придумал очень красивое решение этой задачи с помощью понятия фазового пространства, которое так необходимо, и вот так не хватает детям пятого класса. Понятие фазового пространства. Так что сейчас будет научное решение. А задача такая. В кинотеатре сиденья расположены в семь рядов. Группа из 50 детей сходила на утренний сеанс, а потом на вечерний. Та же самая группа. Докажите, что найдутся двое детей, которые на утреннем сеансе сидели в одном ряду. И на вечернем тоже сидели в одном ряду. Вот так. Пауза. Есть нудное решение, обычное. Есть 50 школьников. Рассаживаются по семи рядам. То как не рассаживаются, в каком-то из рядов будет восемь школьников. Согласны? Ну, потому что иначе семь из семь сорок девять. Так вот эти восемь школьников, уже эти восемь школьников, вечером не смогут сесть в семь разных рядов. Ну, в смысле, во все разные ряды. Они садятся в семь ряду. Значит, двое из этих восьми уже будут сидеть вечером тоже в одном ряду. Ну, такое, как бы, понятное, простое, скучное решение. А теперь смотрите, с помощью фазового пространства. Давайте введем такое фазовое пространство. Вот сюда будем отсчитывать номер утреннего ряда. А сюда номер вечернего ряда, да, для каждого школьника. Вот у меня получится семь на семь, да. Вот здесь семь номеров, рядов идет. И здесь тоже семь номеров, рядов идет. Вот. Первый ряд, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Я каждого школьника помещаю в один из квадратиков. Как? А я просто спрашиваю, в каком ряду он сидел утром? Он говорит, в пятом. А днем, ну, то есть вечером, в третьем. Значит, вот этот школьник. Дальше другой школьник. Утром сидел в втором ряду, а вечером в первом. Вот он. Кто-то сидел в седьмом, потом, значит, в шестом. Сзади сидел. Мне интересно ему, он там дурака болел. Может, с девочками там целовался, например. В общем, не смотрел кино. Вот. А кто-то там в третьем и в пятом. Вот утром в третьем, вечером в пятом. Школьников. Пятьдесят. А квадратиков. Сорок девять. Соответственно, два, как по принципу деликле, два школьника в один квадратик попадают. Но это ровно означает, что они и утром, и вечером сидели в одном и том же ряду. По построению. Всего. До новых встреч на канале Маткульт. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok